Ирина Кудряшова. Родная нянечка. Такое бывает во многих семьях. Все до банальности просто. Алену воспитывала только мать. Жила их семья из двух человек довольно скромно. Отца своего Алена совсем не помнила. Но с мамой у нее были очень теплые отношения. Так что девочка никогда не чувствовала, будто ей чего-то не хватает. Мать была для нее не только родным человеком, но и настоящей подругой. Алена ее любила и жалела. Ей и в голову не приходило просить чего-то, чего мать не могла бы ей дать. Наталья Станиславовна работала в аптеке. А это не только большая нагрузка, но и определенный риск. Аптека дежурная. Время от времени женщине выпадали ночные смены. А там мало ли кто зайдет и чего попросит. Случаи с коллегами бывали разные. Поэтому Алена всегда переживала, когда мать уходила в ночную. И предлагала взять с собой овчарку Гранда, который был третьим членом их семьи. «Меня тогда с работы выгонят!» Грустно улыбалась мама. И верный пес оставался дома. Когда девушка окончила школу, именно мать настояла на том, чтобы дочка не шла в медицинский институт. «Очень тяжелая работа», — повторяла мама. «Аленушка, выбери себе что-то попроще». «Работу педагога тоже легкой не назовешь», — но против университета мама не возражала. Алена решила изучать географию. Наука нынче почему-то не самая востребованная. В школе географию часто ведут другие учителя-предметники. Алена же всегда любила читать о путешествиях, о природных явлениях. И хотя сама нигде, кроме Москвы, не бывала, в своем богатом воображении уже объехала весь мир. Училась Алена хорошо и в вуз поступила без проблем. С самого начала она стала подрабатывать. Сначала раздавала листовки на улицах, потом устроилась официанткой в молодежное кафе. Почти всегда можно было принести домой что-нибудь вкусненькое, а лишняя копейка, появившаяся в семье, позволяла немного уйти от режима жесткой экономии. Алена загодя стала интересоваться вакансиями в школах. А поскольку в университете она была отличницей, ей предложили очень хороший вариант. Новая гимназия, прекрасно оснащенная, дружный педагогический коллектив. Девушка уже витала в мечтах, но тут мама обратилась к ней с просьбой. — Аленушка, — сказала она как-то утром, — давай возьмем кредит, сделаем ремонт в квартире, ну и мебель немного обновим, сантехнику. Ничего роскошного, просто чтобы прилично было, а то у тебя ведь жених появится, а сюда его и пригласить будет стыдно. Алена ничего не имела против. Кредит в банке матери дали охотно, и скоро квартира преобразилась до неузнаваемости. Девушке стало казаться, что начинается новая жизнь, и она обязательно будет счастливой. Но беда пришла, откуда не ждали. В семье никогда не было машины. Мама уверяла, что не смогла бы водить, и Алену бы за руль не пустила. Матери казалось, что все страшные происшествия случаются именно на трассе. И она точно накликала несчастье. Правил не нарушала, переходила дорогу по зебре, но водитель на крутой иномарке не притормозил и сбил женщину. Положение было очень серьезным. Требовалось дорогостоящее лечение. Виновнику происшествия и в голову не пришло предложить пострадавшей какие-то деньги. Алена звонила ему, плакала, просила помочь оплатить хотя бы часть необходимых средств. Но мужчина сказал, что не даст ни копейки до решения суда. А там у него были друзья, и он надеялся доказать, что женщина неожиданно выбежала на дорогу, и он просто не имел возможности затормозить. Врачи обнадеживали. Говорили, что мать Алены останется жива, но лечение обойдется дорого и будет длительным. А тут еще этот злополучный кредит. После первой же просрочки платежа Алену начали буквально преследовать сотрудники безопасности банка. Звонили круглыми сутками. Брать новый кредит, чтобы погасить старый. Алена боялась запутаться еще больше. Девушка не понаслышке знала, насколько серьезными могут быть проблемы с коллекторами. Вон и соседку с первого этажа довели до инфаркта. И у знакомых так донимали всю семью, что вынуждены были бедные добро продать все в городе и уехать в деревню, в старый дом. Ни с чем, считай, остались. Нужно было срочно что-то придумать. Алена перевелась на заочное отделение, причем ее не хотели отпускать. Преподаватели очень любили умную и усидчивую девушку. Но теперь студентке пришлось искать работу, и она обратилась в центр занятости. «Поскольку вы учитесь на старшем курсе, я могла бы направить вас в школу», сказала специалист центра. «Но раз вам нужен хороший заработок, я все понимаю, читала про историю с вашей мамой. Вот тут предлагают одно место, пока не размещала его в общей базе вакансий. Зарплата очень хорошая, просто отличная, но есть некоторые условия». «Подождите, подождите, я не поняла, что за место?» «Маленькому мальчику нужна няня». «Нянчить одного ребенка разве это так трудно? Что? Хозяева? Очень требовательные и придирчивые люди?» «Насколько я понимаю, речь идет только о хозяине. Вполне нормальный человек средних лет, очень обеспеченный, но живет довольно далеко. Дом загородный, добраться можно только своим транспортом. Так что няне придется жить там. Нет, выходные, конечно, будут. Время от времени в город выбраться можно. И все же...» Я уже двоим соискательницам про эту вакансию заикнулась. Обе отказались. Сказали, что лучше найдут подработку в городе. «А какая оплата?» – уточнила Алена и ахнула. «Вот это да!» На несколько минут девушка задумалась. «Простите», – сказала она наконец. «Вы можете до вечера никому не говорить про это предложение? Скорее всего, я возьму место. Мне нужно только с мамой посоветоваться». В этот день девушка просидела в больнице до позднего вечера. «Тебя же еще не скоро выпишут», – убеждала она мать. «А я договорюсь с соседкой тетей Катей. Она и за грандом посмотрит. И тебе передачки приносить станет. К ней можно обратиться, если что. Да и я на связи. Ты всегда сможешь мне позвонить, поговорить. Пойми, это наш единственный шанс. Оплатить тебе лечение и очень быстро расплатиться с долгами. Как только решим финансовые трудности, я сразу уволюсь. И будем жить как раньше». «Это я виновата», – плакала мама. «Втянула тебя в эту затею. Но жили мы без этого ремонта и прекрасно обошлись бы и дальше. А теперь ты должна жертвовать собой и идти неизвестно в какую семью в услужение». «Но, мама, что за девятнадцатый век? Маленький ребенок – это не подросток с его капризами. Мне сказали, что отец мальчика вполне хороший человек». «Так ты даже в институт приезжать не сможешь. Что же, на учебе поставишь крест? Ну почему? Сейчас же все вопросы можно решить дистанционно. Вот увидишь, я еще получу красный диплом. И не вини себя. Нам действительно рано или поздно пришлось бы делать ремонт. Просто так сложились обстоятельства, и нам трудно расплатиться с банком в срок. Я гораздо больше переживаю из-за этого мерзавца, который тебя сбил. Что же, он так и выйдет сухим из воды, и совесть его не будет мучить». «Аленушка, суды нынче такие, что скорее меня заставят заплатить ему за моральный ущерб. Ведь это я виновата. Бросилась прямо под его машину, нанесла ему тяжелую психологическую травму. Не дай бог, завтра он собьет еще и ребенка. Я тебя об одном прошу. Если там будет плохо, уходи, не задумывайся. Как-нибудь выкрутимся, продадим квартиру, купим однушку в хорошем районе. Нам хватит. И прости меня, доченька, за то, что так получилось». Алена обещала, терпеть плохое отношение она не будет. И потихоньку начала собирать вещи. Она позвонила своему работодателю, и Виктор Михайлович пригласил ее приехать в понедельник познакомиться с подопечным. Если все будет устраивать, можно сразу остаться. Мужчина продиктовал, как добираться. Автобусом до деревни, там позвонить на этот номер, шофер подъедет и доставит Алену по адресу. Уже когда водитель открыл перед ней дверцу машины, она заподозрила что-то не то. Парень смотрел на нее как-то странно. Алена невольно тоже оглядела себя. Одежда самая обычная, джинсы и футболка, все чистое, в руках сумка. Что не так? Как вас зовут, простите? Поинтересовался парень. Алена представилась. Алена? Это от Елены ведь? Не знаю. Девушка пожала плечами. У меня в паспорте никакой Елены, да и мама с детства Аленушкой зовет. Дальше все пошло еще интереснее. Дом, где ей предстояло жить, представлял собой особняк, обнесенный ажурной оградой. Человек, который открывал ворота, тоже уставился на Алену, словно она привидение. А женщина, распахнувшая дверь, похоже, захотела перекреститься. Но все это меркло по сравнению с поведением ребенка. Маленький мальчик выбежал в холл и, увидев Алену, закричал. «Мама! Мама пришла!» «Что ты, погоди! Я не твоя мама!» Пыталась объяснить ему Алена, присаживаясь перед ним на корточке. «Несчастный малыш», подумала она. «Наверное, мама бросила по каким-то причинам, и, может быть, я действительно на нее похожа? Вот ведь незадача!» Но тут девушка заметила на стене портрет и оторопела. На нем действительно была изображена она сама, только в роскошном вечернем платье, с красивой прической и драгоценностями, каких она в жизни не видела. Это что такое? Ведь и одежды подобной у нее никогда не было. Конечно, сейчас можно заказать свой портрет хоть в королевском наряде. Но самое интересное, как попало изображение ее, Алены, в этот дом. Тут девушка увидела, что в дверях стоит хозяин и внимательно смотрит на нее. «Этого не может быть», сказал он. «Аркаша, этого просто не может быть! Это не мама! О, Боже!» И он схватился за сердце. Прислуга засуетилась. Кто-то побежал за лекарством, кто-то предложил вызвать скорую помощь. Алена растерялась. Что делать в этой ситуации? Она видела обращенное к ней личико ребенка и в умолящие глаза. «Мама, не уходи!» Он вцепился в ее джинсы. Чувствуя себя полной идиоткой, Алена предложила. «Аркаша, пойдем ты покажешь мне свою комнату, игрушки, книжки!» Малыш схватил ее за руку и потащил за собой. В просторной светлой детской они сразу нашли общий язык. Уселись на полу, на мягком ковре, стали разбирать игрушки. Алена предложила какую-то нехитрую игру, потом сняла с полки несколько ярких книжек, начала читать малышу. Дверь была открыта, в комнату время от времени кто-то заглядывал. Прислуга шепталась, но, очевидно, без хозяина, боялись что-то спрашивать. Наконец, появился Виктор Михайлович. «Вам лучше?» спросила Алена. «Да, в последнее время начало сдавать сердце, а тут, понимаете, такой стресс!» «Да что же со мной не так?» воскликнула Алена. «Я что, пришла к вам в маске Фредди Крюгера или размахиваю большим окровавленным ножом? Все так странно на меня смотрят. Я вас вижу в первый раз!» «Дело в том, что мы-то вас видим не в первый!» «Как это?» поразилась Алена. «Сначала скажите, почему вы стали искать работу у меня?» «Да не искала я именно у вас работу. Пришла, как и многие, в центр занятости, и там мне предложили это место. Сказали, что есть такая вакансия, но все от нее отказываются, потому что далеко ехать. А я согласилась. Почему бы и нет? Зарплата хорошая. Учусь я заочно». О материальных проблемах Алена решила пока не говорить. Мало ли, как к этому отнесется работодатель. «А теперь объясните, пожалуйста, почему все смотрят на меня, как на призрака?» попросила она. «Действительно, вы должны были удивиться такой встрече и, может быть, даже испугаться», признал хозяин. «Дело в том, что вы, как две капли воды, похожи на мою покойную жену, Елену. Она погибла совсем недавно, и маленький Аркаша до сих пор не может ее забыть». «Автомобильная авария?» С сочувствием спросила Алена. «Ну, в самом деле, где еще могла погибнуть молодая женщина?» «Нет, смерть ее была еще более нелепой и случайной. Принимала ванну, и в воду упал фен. Удар током, мгновенная смерть. Нашли ее только через пару часов. Мы привыкли, что она подолгу нежится в воде. Поздно спохватились». «Конечно, Леночку хоронили не из дома, из зала прощания. И малыш ее не видел в гробу, поэтому до сих пор считает, что мама просто ушла. Но он очень скучает по ней. Несет мне телефон, чтобы я позвонил Лене и попросил ее скорее приехать. Каждый раз, когда к нам кто-то приходит, Аркашка первый бежит к двери, чтобы узнать, не мама ли это вернулась». «Понятно», с сочувствием сказала Алена. «Так что же со мной? Вы мне теперь откажете? Не захотите, чтобы ребенок каждый день получал психологическую травму?» Виктор Михайлович помедлил несколько секунд, потом пожал плечами. «Не знаю, к добру или к худу, что так получилось. Я просто хотел бы разобраться в ситуации. Алена, расскажите, пожалуйста, немного о себе». Девушка была готова к подобной просьбе. Ей уже приходилось несколько раз проходить собеседование. Она назвала учебное заведение, которое оканчивало, упомянула и о том, что уже ездила вожатой в летний лагерь и там легко находила общий язык с детьми. Не забыла и о своих дополнительных навыках. Она играла на пианино, неплохо рисовала. «Все это прекрасно!» Видно было, что Виктора Михайловича волновало совсем другое. «Меня интересует ваша семья. Единственный ли вы ребенок? Или у ваших родителей есть еще дети? Как насчет двоюродных или троюродных сестер?» «Вы думаете, что ваша погибшая супруга могла быть как-то связана с нашей семьей? Должна вас разочаровать. Я знаю, что мама не была замужем официально, хотя очень любила моего отца. Расстались они много лет назад, так что я папу даже не помню. У мамы я одна, она сама тоже единственная дочь у своих родителей. У меня есть только подруги, а близких родственников нет». «А когда вы родились, простите?» Алена назвала дату, Виктор Михайлович вздрогнул. То самое число. Тут же Алене стало не по себе, но она-то точно знала, что никак не связана с этой семьей, с ее трагической историей. «Вы знаете, удивительные вещи бывают», попыталась объяснить она мужчине. «Иногда совершенно чужие люди похожи друг на друга, просто вот под копирку. При этом они могут жить в разных странах, никогда не встречаться. Ну что ж, случилось вот такое совпадение, выпало на нашу долю». «Алена, вы не возражаете, если я все-таки, используя свои связи, попытаюсь разобраться в этой истории? Не хотелось бы это делать за вашей спиной». «Пожалуйста». «Со своей стороны, я готов дать вам работу. Хочу попросить только об одном. Раз уж так получилось, не обрывайте резко Аркашку, если он назовет вас мамой. Постепенно приучайте его к мысли, что вы совсем другой человек. А вот так наотмашь рубить не стоит, он ведь маленький еще совсем». «Конечно, я понимаю», серьезно ответила Алена. Все прочее в доме ей очень понравилось. Комната, которую ей предоставили, была на втором этаже, почти рядом с детской. Балкон выходил видом на лес. Девушка с радостью отметила, что комнатка ее, это по сути студия. Тут можно и кофе себе сварить, и приготовить какой-то легкий завтрак. Девушка привыкла вставать рано и уже мечтала, как будет встречать рассвет на балконе с чашкой кофе в руках. До самого вечера Алена занималась с Аркашкой, и книжки ему читала, и играла, и купала. Совсем немного времени прошло, и малыш уже души в ней не чаял. А вечером, искупавшись в просторной ванне, девушка долго беседовала с мамой, рассказывала ей о том, как тут хорошо, и работать она будет с удовольствием. Прошло несколько дней. Девушка все больше привыкала к своей новой жизни. Порой она допускала какие-то промахи, иногда что-то не получалось, но в целом новое место ее полностью устраивало. Она полюбила ласкового мальчика волей судьбы оставшегося без мамы и старательно заботилась о нем. Хозяина она видела мало и считала, что это неудивительно, чтобы содержать такой дом, работать надо очень много. Когда же по вечерам они все-таки встречались, Виктор Михайлович неизменно был приветлив и вежлив, как он держался со всей прислугой, но Алену все-таки выделял. Он был искренне благодарен ей за то, что заботу о мальчике она взяла на себя. Но настал день, когда он позвал девушку в кабинет, чтобы поговорить с ней совсем не об Аркаше. — Алена, я провел тут небольшое расследование, — начал он. — И мне придется сообщить вам его результат, хотя он, возможно, вас и огорчит. — Что же это? — удивилась молодая няня. До этого она была спокойна, так как не чувствовала за собой никакой вины, но теперь невольно начала нервничать. — Вы говорили мне, что ничего не знаете о своем отце. Мне удалось получить о нем некоторые сведения. — Надеюсь, он не рецидивист какой-нибудь? — попыталась пошутить Алена. — Нет, что вы! Он был вполне благополучным и процветающим человеком, и ваша мама действительно его сильно любила. Вот только жениться на ней он не мог, ведь к тому времени, как они встретились, он уже давно был женат, по расчету, и разводиться со своей супругой не собирался. Она была болезненной и некрасивой женщиной, но ее отец — директор завода. Сами понимаете, какая материальная поддержка ждала молодую семью. Вот только родить ребенка у Нины никак не получалось. Сначала она долго не могла забеременеть, потом случился выкидыш, и тогда супруги заговорили о суррогатном материнстве. Но тут ваш отец встречает вашу маму. Нет, сначала он не имел никаких далеко идущих целей, кроме обыкновенного романа с привлекательной девушкой. А потом, когда она забеременела, он договорился в частной клинике. Наташу там осмотрели, сделали УЗИ, но в подробности не вдавались. Будущей матери сообщили только, что все у нее со здоровьем хорошо. Зато вашему отцу сказали, что его подруга ждет двойню. И тогда он пошел на обман. Заплатил врачам очень хорошие деньги, и ваша мать так и не узнала, что родила двух девочек. Кесарево сечение, наркоз. Сразу после того, как она пришла в себя, ей принесли здоровую, красивую малышку. Вторую же девочку ваш отец забрал себе. Уверил супругу, что ее выносила суррогатная мать. Наташа хотела связать с вашим отцом свое будущее, но он отказался от нее. Сказал, что никогда не разведется. Мол, она уже взрослая, это был ее выбор, сойтись с мужчиной, родить ребенка, пусть теперь и воспитывает дочку. Наверное, можно было обратиться в суд, подать на алименты, но ваша мама не стала этого делать. Ее можно понять. От такого человека она не захотела принять ничего. Алена вытирала слезы. Бедная мама. Что ей пришлось пережить? Только потом до девушки дошло. Погибшая хозяйка дома была ее, Алены, родной сестрой. И маме предстоит узнать, что у нее родилась вторая дочка, и эта дочь погибла. Девушка закрыла лицо руками. Мне очень не хотелось вас расстраивать. Виктор Михайлович мягко коснулся ее плеча. Но, согласитесь, вам нужно было это знать. «Конечно», — всхлипывала Алена. «Но, Господи, как я теперь маме все скажу?» «Да, это очень трудно осознать», — согласился Виктор Михайлович. «Жизнь лишила вас общения с родным человеком». «Не жизнь, а мой отец!» Алена вскинула на него мокрые глаза. Что же, он цветет, радуется жизни, богат и счастлив. Впрочем, что ж это я, ведь он тоже потерял дочку. Все гораздо сложнее. Вашего отца я знал, так как он был моим компаньоном. Они с женой растили Елену в любви, баловали, лелеяли. Девочка с детства увлекалась танцами и после школы поступила в Институт культуры. Должна была стать хореографом. Но все обернулось трагично. Ваш отец и его супруга попали в аварию. Возвращались из-за города. Может быть, вы даже читали, очень большое было ДТП. Несколько жертв. Девять машин, кажется, столкнулось. Кто-то оказался в больнице, а кто-то, как супруги Фирсовы, на кладбище. Вот это сюрпризы преподносила сегодня жизнь Алене. За считанные минуты узнала она, что у нее была родная сестра-близнец. И сестра эта погибла. Скончался и ее отец, которого она никогда в жизни не видела. Елена осталась совсем одна. Восемнадцать лет ее уже никто не должен был опекать, но психологически она просто умирала. Никак не могла оправиться от удара. Ведь совсем еще ребенок, по сути. Я ее знал хорошо. До этого несколько лет постоянно бывал у них в доме. И я начал ее, как бы это сказать точнее, опекать. Действительно, сначала думал, что помогу девочке выстоять, выучиться. Она звонила мне иногда даже среди ночи. Просто плакала, просила, чтобы я с ней поговорил. Боялась ночевать в пустом родительском доме. Ей мерещилось всякое. В конце концов, я позвал ее погостить к себе. Так было проще. Дом, как видите, большой, места хватает. В институте она взяла академический отпуск. Не могла заставить себя учиться после всего этого. Я убеждал ее окончить вуз, получить образование. Говорил, что родители хотели бы этого. Она обещала восстановиться. Разница в возрасте у нас довольно большая. Пятнадцать лет. Но постепенно это ощущалось все меньше и меньше. Я поехал в отпуск и взял ее с собой. Жаркий, шумный юг – это тогда было не для нас. Я купил круиз. Швеция, Норвегия. Такое тихое, спокойное путешествие на большом корабле. Красивейшая природа. Мы ею любовались. У нас были соседние каюты, но к концу тура мы уже стали неразлучны. И говорили о свадьбе. Расписались очень тихо. Во-первых, траур по ее родителям. Во-вторых, не хотели шокировать знакомых. Неравный брак. Такая разница в возрасте. Сколько бы нам всего пришлось услышать. Потом Елена родила Аркашку. Это было такое счастье. Я помню эту волшебную зиму. Она была теплой. Выпало много снега. И мы каждый день с коляской гуляли. И любовались заснеженными ветками. Летели белые хлопья. Это было просто сказочно. А потом, в новогодние дни, мы сидели в гостиной у камина. Пили ликер из маленьких рюмочек. Смотрели на пламя и мечтали. О будущем. О том, как будем жить. Как вырастим Аркадия. Куда поедем все вместе. Кто же мог знать, что жизнь Леночки оборвется так скоро. Я никогда не жаловался на сердце. Но после ее смерти врачи опасались, что у меня будет инфаркт. Мне хотелось этого. Я мечтал уйти вслед за ней. Но у меня был долг перед сыном. Ему пришлось бы расти круглым сиротой. Прислуга здесь очень хорошая. Но все эти люди не смогут заменить ребенку близкого человека. У горничных, повара, садовника много обязанностей. Они всегда заняты. Вот тогда мне и пришла эта идея с няней. Слава Богу, что вы согласились. А теперь я даже поверить не могу, что у Аркаши появилась родная тетя. Бабушка. Они ведь непременно познакомятся. Он чудесный мальчик, его невозможно не полюбить. Я очень тронут тем, что вы решились оставить привычную жизнь и переехать сюда. Но у меня не было выхода. Вздохнула Алена. Почему же? Удивился Виктор Михайлович. Она вкратце рассказала ему о своих проблемах. О том, что нужно выплачивать кредит, оканчивать институт. А тут с мамой приключилась такая беда. Что ж, самое главное, что мама жива осталась. Подытожила она. А здесь мне говорили, в центре занятости и комнату предоставляют бесплатно, и питание. Так что я все деньги до копеечки буду откладывать. Погашу кредит. Смогу помочь маме с лечением. Восстановление тоже, наверное, больших сумм потребует. Алена, сказал Виктор Михайлович, вы теперь ни в чем не будете нуждаться. Наследство Елены, доставшееся от отца, ведь по праву вам принадлежит. Я помогу оформить документы, признать родство. И вы не только сможете решить свои проблемы, но больше не станете ни в чем нуждаться. Вместе с мамой. Только прошу вас, не бросайте сына моего. Он успел к вам сильно привязаться. Так все и вышло. Алена относилась к малышу с особой нежностью. Ее не оставляло чувства, что эта сестра, которую она так и не увидела, вверила ей своего маленького сынишку. Попросила заботиться о нем. Ребенка не обманешь, и Аркадий чувствовал, что Алена искренне его полюбила. Он не хотел с ней расставаться. Все время лез на колени, искал ее внимания и даже засыпая, держал ее за руку. И звал он ее своеобразно. Мама Алена, пойдем гулять. Пока оформляли документы, Виктор Михайлович погасил кредит Алены. Съездил в больницу к ее матери, поговорил с врачами. И вскоре женщину перевезли в очень хороший реабилитационный центр. Находился он за городом. Отдельная палата, многочисленные процедуры, лечебная физкультура, режим дня. Все это возвращало Наталью Станиславовну к прежней жизни. Одно тревожило ее. Уж слишком хорошо все складывалось. «Аленушка!» Допытывалась она у дочери, когда та ее навещала. «Этот человек, он что, имеет на тебя какие-то виды? Он тебя не обижает?» «Ну что ты, мама!» Восклицала девушка. «Виктор Михайлович прекрасно ко мне относится. Я тебе потом расскажу, в чем дело». И настал тот день, когда она поведала матери всю историю. Та сначала ушам своим поверить не могла, а потом горько плакала, осознав, что потеряла вторую дочь, даже не узнав ее. Больше всего она винила в этом своего бывшего любовника. Наталья Станиславовна попросила привезти внука, живую памятку об ушедшей так рано Елене. Алена окончила институт. Вот только работать в школу не пошла. Не могла оставить маленького Аркашу. А с Виктором Михайловичем ее к тому времени связывали настолько теплые чувства, что когда он сделал ей предложение, она, не задумываясь, ответила согласием и прошептала. С судьбой не поспоришь. Продолжение следует... Продолжение следует...